К нашему эфиру присоединяется Дмитрий Орешкин, российский политолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Ну вот, хотели начать нашу беседу с последних сообщений британской разведки. Вот в документе речь идет о том, что за последние две недели Россия понесла самые масштабные потери, вот с начала полномасштабного вторшения. И вот среднее значение 824 жертвы в день. Это и Бахмутское направление, это вот Туглидар, где почти полностью была разбита 155-я бригада морской пехоты. Скажите, вот такие страшные цифры, да, год войны, и поддержка Путина по-прежнему есть, да, люди не выходят на улицы, ну, максимум, что пытаются сделать, как-то уклониться от мобилизации. Почему так происходит? Ну, во-первых, российское общество сильно милитаризовано. Во-вторых, российское общество сильно распропагандировано. В-третьих, российское общество отрезано от альтернативных источников информации. Ну, например, у нас даже интернет-каналы все чаще закрываются. А все более или менее самостоятельные, независимые средства массовой информации давно закрыты. Будь то «Эхо Москвы», будь то «Новая газета», будь то «Телеканал Дождь». Так что люди живут в информационном пузыре, куда, там даже не вакуум, а туда закачан такой веселящий газ, как перед сложной мозговой операцией проводится. Поэтому трудно осознать. Осознать они могут только на примере своего личного трагичного опыта. Когда человек вдруг попадает в окопы и понимает, что к нему отношение как к серой боевой скотине, которую надо гнать, поставив за спиной за гряд отряды, как в свое время делал СМЕРШ во время Великой Отечественной войны. Но осознать это на фронте – это уже поздно. А осознать это в тылу нужно только на очень очевидных лобовых примерах. Когда вдруг оказывается, что у тебя не хватает денег накормить семью. Или вдруг оказывается, что тебе пришла похоронка на родственника. Да и то, в общем, очень многие клянут НАТО, клянут Украину, изо всех сил не задумываясь, а почему эта похоронка пришла, например, из-под Харькова или из-под Ферсона. Потому что им объяснили, что это исторические земли России. И люди эту байку восприняли. Хотя, что такое исторические земли? Это вообще бессмысленная формулировка. Крым исторически принадлежал нагайцам, а до этого он еще принадлежал скифам, одно время грекам, одно время римлянам. С чего ради он должен принадлежать исторической России? Это русскому массовому сознанию эта мысль, по-видимому, недоступна. Потому что любое историческое право бессмысленно в современном мире. Давно принято это устоявшееся правило. Есть международно признанные границы. Всегда этими границами кто-то недоволен. Но они есть, и они должны соблюдаться. Россия эту исторически устоявшуюся, сложившуюся и международно признанную границу Украины нарушила. Русское большинство, российское большинство, в объем, например, на 75%, с радостью жрет вот эту самую пропаганду про то, что это наши земли. Вплоть до того, что даже говорят, что их Украина оккупировала. И многие верят. Поэтому, понимаете как, выйти на улицы, даже те, кто готов протестовать, а их довольно много, а их в стране, ну даже если считать, что их 20% или 25%, это под 30 миллионов человек. Но у них заткнут рот. При выходе на улицу, у них нет никакой организации, она просто уничтожена. Нет никакого лидера. Они или посажены, или убиты, или изгнаны из страны. И, в общем, на самом деле, пациент спеленут, привязан к операционному столу, обкачанный тем самым веселящим газом, и у него можно спокойно вырезать и мозг, и печень, и сердце тоже. Он этого даже не заметит. Просто он со временем перестанет функционировать. Но это будет потом. А пока хирурги празднуют свою победу над, не над Украиной, над распростертым на операционном столе телом России. Скажите, вот Кадыров в очередной раз разошелся, заявил, что Россия дойдет до границ Польши, захватит Киев, Харьков и Одессу. А вот скорые поставки танков западного образца, ВСУ, они, мол, вообще ничего не значат, не решают. Вот на кого рассчитаны все эти заявления? На пациентов, как вы сказали, которые под веселящим газом находятся? Ну, конечно, на дураков они рассчитаны. Вот прям Кадыров такой замечательный танкист. Он сейчас доедет до Ла-Манша. Ему только приказ надо получить от Владимира Владимировича Путина. Он сейчас же оседлает свою лошадку, 80 тонн, сядет верхом и поскачет. Но он уже давно примерно в том же жанре выступает, что Дмитрий Анатольевич Медведев, не стоит обращать внимание. Это форма, я даже не знаю, как назвать. В общем, по-русски говоря, есть такое слово – пустобрех. Сегодня утром посольство США распространило заявление, вот гражданам США, находящимся сейчас в России, следует срочно покинуть страну. И вот в документе речь идет о том, что американцы, имеющие двойное гражданство, могут попасть под мобилизацию. И, кроме того, могут быть неоправданные угрозы и задержания в сторону граждан США. Вот насколько все серьезно, как вы полагаете? Ну, обратите, пожалуйста, внимание на то, что перед этим последовало заявление службы внешней разведки российской о том, что Соединенные Штаты, ни много ни мало, готовят террористические акты на территории России с тем, чтобы уничтожать лиц, принимающих решения, ну и вообще вносить раскол и разруху. И уже, говорит служба внешней разведки, Соединенные Штаты забрасывают свою агентуру в Россию. Ну, одевают темнокожих ребят в ватнике и, значит, отправляют их в Россию с тем, чтобы они прикидывались пацанами из Владимирской области. Все понятно. Все по старинному советскому анекдоту. Но из этого следует очень простой, естественный для Госдепа и для аналитических служб Соединенных Штатов вывод. Раз СВР это заявляет, значит, у них уже есть наработки того, что кого-то надо будет захватить. А поскольку путинская Россия откатилась не просто к Средневековью, а к Средневековью такого вот татаро-монгольского в плохом смысле этого слова, правильно сказать, ордынского, чтобы не обижать уважаемых татар, ордынского политического менеджмента, то как и для сталинской ситуации, так и для путинской очень типично забирать заложников для того, чтобы давить на партнеров по переговорам. Ну, тогда это называлось таким словом, как аманат. Значит, взяли родственников какого-нибудь соседнего начальника, если он дорожит их жизнью, значит, соответственно, будет вести себя как-то вменяемо. Вот в правовом государстве это выглядит диковато, а начиная с советской эпохи это естественная практика. Это вот возврат к ордынским принципам, как, например, там брали заложников из класса имущих и там на Лермонтовских склонах горы Машук чекисты под управлением человека по фамилии Аторбеков зарубили шашками взятого в заложники бывшего министра путей сообщения Царской империи, который же был в отставке пенсионером, просто попался в качестве представителя имущих классов. Кого-то там убили, а этих заложников, значит, зарубили. Но точно так же Путин, как он брал эту девушку-баскетболистку, потом он ее выменял, заурядно выменял на кого-то, написав ей... На бута, не на кого-то, да, на целого бута выменял. На целого бута, да. Но точно так же могут взять кого-то из американцев, нашить ему какую-нибудь статью более-менее убедительную, впаять ему 9 лет, и потом менять на что-нибудь политическое. Потому что в Соединенных Штатах болезненно относятся к судьбе своих граждан. И для Байдена, для президента Соединенных Штатов это будет проблема. Соответственно, он должен будет ее выручать, эту жертву, этого заложника, этого американского амманата. А поскольку российской стороне без разницы, кто там и как страдает, то получается, что можно будет за это выменять не какого-нибудь там своего хакера или специалиста по воровству криптовалюты, или наркоторговца, типа вот торговца вооружем господина бута, а просто какие-то политические условия выдвинуть. Для них это нормальная политическая практика еще со времен большевиков. Так что, да, американцы правильно делают. Бегите скорее из этого чудовищного рассадника средневековых ордынских ценностей, пока ноги в руки, пока еще ноги ходят. 21 февраля Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Он произнесет речь в гостином дворе. И вот стало известно, что слушателями, помимо правительства и обеих палат парламента, станут участники так называемой СВО. Как вы полагаете, да, вот зачем это делается? Ну, мы помним, что в новогоднем обращении уже такое было, да. И вот главные тезисы, о чем может говорить Путин, что он может сказать через год после начала этой страшной войны? Ну, не о тысячах же жертв он будет говорить и о городах, стертых с лица земли. Нет, конечно, он будет говорить о победном марше к светлому будущему. Пут, собственно говоря, никаких сомнений быть не может. Он обязательно расскажет о том, что экономика России лучше показала себя, чем ожидалось. И это правда. Ожидался там спад ВВП примерно на 10%, состоялся за 22-й год. Ну, примерно на 2-2,5%. Но все равно спад. А мировая экономика, в том числе европейская экономика, по вчера опубликованным данным того же самого Еврокомиссии, выросла на 3,5%. То есть в условиях войны, в условиях повышенной инфляции из-за того, что расходы идут на войну и так далее, Европа ухитрилась вырасти на 3,5%. Россия ухитрилась просесть на 2,5%. Путин будет докладывать об этом как о большой своей заслуге. Конечно, он будет говорить что-то про массовую поддержку. Конечно, он будет говорить о том, что все идет по плану. То есть по плану утопили флагман Черноморского флота, по плану отвалились от Херсона, ну и все остальное. Но подспудно будет сказано, что Россия выдерживает агрессию всего остального мира. И чтобы агрессивная НАТО или Украина, которая напала на Россию, не сломала нашу государственность, не отобрала наши ресурсы, не растоптала наши святыни, надо сплотиться вокруг Владимира Владимировича Путина. И, что очень важно, наказать тех, кто сплочется, не хочет. То есть пятую колонну, иностранных агентов. Я думаю, что такая вот доля патриотической стельки неизбежно будет в этом салате Оливье. Но в целом, что важно, Путин стал предсказуем. Его сила была в том, что он был непредсказуем. Он нарушал все правила приличия, и поэтому выиграл. От него никто, ну, последние 50 лет никто в Европе не нарушал границы. Вот были конфликты, много чего было. Ну, скажем там, да, нарушали на Кипре, Северный Кипр и так далее. Но это какие-то локальные явления. А здесь никто не ждал такой чудовищной глупости, преступления, как война между Россией и Украиной. Вот. И поэтому Путин, когда он ее начал, он имел преимущество, которое имеет хулиган, влезший в трамвай, смахнувший из сиденья бабку 80-летнюю, и развалившийся там, и закуривший окурок, подобранный тут же на полу перед входом в трамвай. Люди не знают, как с ним быть. Потому что, ну, это как бы ненормально, да? Но когда ты к нему привыкаешь, то через 2-3 остановки кто-то уже позвонит в полицию, и, в общем, его действия будут более или менее предсказуемы. Вот здесь то же самое. Путин напал на Украину неожиданно, и поэтому продвинулся почти до Киева. А теперь все понимают, что он обязан идти в атаку. И все понимают, что он скажет этого 21-го числа. Что он там нового, неожиданного, можно сказать? Да и ничего. Он весь прозрачный, как на ладошке. Именно поэтому он обречен на поражение, потому что, раз предупрежден, значит вооружен. Тем более, что процесс вооружения действительно усиливается, продолжается. Вот опять же, господин Столб Волтенберг вчера сказал, что НАТО будет поставлять Украине все больше оружия и как можно скорее. Опять же, потому что все понимают, что Путин, как Гитлер в 43-м году, обязан наступать, обречен наступать. И его, как на Курской дуге, тогда Россия, Советский Союз, был объектом агрессии, а сейчас сам выступает агрессором. И, соответственно, Украина его встретит, подготовившись. Но при этом еще кровище прольется больше, чем нам с вами хотелось бы увидеть. Знаете, что после послания Путина уже на следующий день, это такой индикатор интересный, состоится митинг-концерт с его участием в Лужниках. Обычно, знаете, на хороший концерт билета всегда не достать, их продают прямо перед входом по спекулятивной цене. На этот же раз массовку ищут в соцсетях и предлагают приходить на концерт. Будет весело и получите еще по 500 рублей. То есть каждый зритель еще получит по 500 рублей, а если придешь с флагом, то обещают 600 рублей. Но вот так уже откровенно, знаете, не стесняясь, боятся, что бесплатно на это действие вообще мало кто придет, как вы считаете? Ну, это интересно. Ну, во-первых, это тоже предсказуемо, потому что Путин же возрождает советскую модель власти вертикали. Правда, там на советской вертикали флаг возвышался со словами там общенародная собственность, все это для блага человека, все во имя человека и прочая ерунда, в которую многие до сих пор верят по простоте душевной. А на самом деле, конечно, это была вертикаль во имя партийной номенклатуры, которая была реальным собственником страны. И именно тогда вот это сложилось правило. Торжественная часть, выступления генерального секретаря, бурные продолжительные аплодисменты, сцена там с кумачом и надписями там в очередном историческом съезде КПСС. На моей жизни было их там около десятка этих исторических съездов, и все были жутко исторические. А потом, это уже называется неофициальная часть, это концерт, это раздача пирожков с капустой в буфете. И всего того, что, ну не всего, конечно, кое-чего того, что ты никогда не сможешь купить в магазине, не имея доступа в партийный распределитель. Ну и здесь тоже самое, торжественная часть. Владимир Владимирович осчастливит соотечественников своими соображениями, вдохновит их на дальнейшие подвиги, а потом Газманов изобразит из себя скакуна или еще что-то. И все остальные персонажи тоже. Может быть, и Кобзон там споет, я не знаю. Все так положено. Поэтому, да, конечно. Поскольку это тоска смертная, будет страшно, если стадион не будет заполнен. Поэтому, на всякий случай, по 500 рублей нарыло. Все вполне предсказуемо и ничего удивительного. Лио Хиджакову по приказу руководства уволили из театра «Современник» из-за поддержки Украины. И вот театр, в котором она служила 45 лет, начал получать гневные письма в ее адрес, и поэтому актрису убрали со всех постановок. Дмитрий Назаров, который служил в МХТ имени Чехова более 20 лет, также уволен из-за антивоенной позиции. Народный артист Александр Филипенко также вынужденно уехал из России. Знаете, вот месяца три назад мы видели, как сотрудники Следственного комитета приходили в театры и подписывали с руководством такие договоры о сотрудничестве. Ну вот, похоже, да, уже видим плоды этой совместной работы. Ну, я не вижу здесь такой уж совместной работы, потому что куда ты денешься, если ты дорожишь своим театром? Приходится ради сохранения театра себя, начальники, успокаивать такими разговорами, жертвовать какими-то там фигурами. Мне тоже кажется, это очень знакомо, опять же, по советским временам. Технология абсолютно советская. Какой-то трудящийся, посмотрев спектакль, глубоко оскорбился какими-то там неправильными элементами этого спектакля. И он пишет в газету «Правда». Газета «Правда» публикует, там, скажем, сумбур вместо музыки. И маловысокохудожественного композитора Шостаковича начинают всем скопом топтать. Потому что, на самом деле, кто-то из начальников, может быть, лично Сталин, может, какой-то из прихвостней Сталина, решил, что эта музыка недостаточно патриотична. Но все это осуществляется от имени народа. Какой-то человек по фамилии Шадрин пришел в, а может, и не пришел, в Третьяковку, увидел там, опять же, ну не то, чтобы маловысокохудожественное, а вызывающие у него сомнения с патриотической точки зрения образцы нездорового, недостаточно консолидированного, недостаточно патриотичного искусства. Если бы Тарис Шадрин историю читал, он знал бы, что это характерно для гитлеровской Германии, которое новое искусство, где не изображены вот такие мускулистые блондины, которые вооруженные автоматом или карабином со штыком идут на восток, расширяя жизненное пространство для богоспасаемой Америки, любые другие виды искусства, они назывались дегенеративными. У Геббельса в ведомстве такой был термин. Но сейчас то же самое. Есть неправильное искусство, а какое искусство правильное решают наверху, но публично это организуют через выступление трудящихся. Находят какого-то Шадрина или еще кого-то, который пишет это письмо, а потом народ требует, значит, власть реагирует. Соответственно, приходят в театр и начальник театра, главный режиссер, директор. Так вот, с ужинками и прыжками говорит, ну что, ну театр же, десятки, сотни человек работают, историческое имя. Но товарища Ахиджакова, уволься по-хорошему. Или там товарищ Назаров, или еще кто-то. И потом он себе говорит, ну да, я же театр спасал, я же в конце и концов культуру несу в широкие народные массы. Служение искусству требует жертв. Вот Ахиджакова в эту жертву и принесли. Она молодец, она не отказывается от своего. А ведь могли бы, как там, например, в свое время Райкина или еще кого-то, заставить выступать с покаянными там речами за космополитизм, еще за какие-то уже чудовищные грехи. Опять же, по просьбам трудящихся. Так что и здесь ничего, ну, это вполне предсказуемо. Идет борьба с дегенеративным искусством, а у Владимира Владимировича Путина пробиваются усики и вот, к сожалению, у него с прической плоховато. На Адольфа он в этом смысле не очень похож. А по деяниям, да. Ну вот, известная польская актриса Барбара Брыльска, она поддержала Хеджакову, она написала «Лия так держать, родина такая родина, ее недостойно», написала она. И вот травят, да, уже ее. Замглавы Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занько даже предложила стереть актрису из фильма «Ирония судьбы» и заменить ее лицо на дипфейк. Давайте посмотрим, вот как это выглядит. Попрошу. Возможно, им и будет предъявляться и не это. И будет еще хуже. Будут, да, естественно, раз предлагают вычистить Барбару Брыльску, то, уверяю вас, уже вычистили все, что могли из истории. Уже сам Путин дал команду сшить новую версию истории, доказывая, что Украины не существует, доказывая, что Гитлера победил Советский Союз и только Советский Союз, хотя на самом деле победила его антигитлеровская коалиция. И вот это уже та самая смесь веселящего газа, которая вливается через уши, глаза, нос и рот всем моим уважаемым соотечественникам. Кто-то отплевывается, но их не шествует, примерно четверть, а три четверти глотают половина покорно, а оставшаяся часть с удовольствием. Пример так вот раскладывают социологические исследования. То есть сила таких режимов, как у Путина, у Ким Чен Ина, у иранских Айатолл, заключается в контроле над информационным пространством. Когда всей стране показывают фильм типа «Кубанские казаки», страна голодая думает, что коллективизация приносит на село счастье. В магазинах ничего нет, а им рассказывают, что колхозы нас вывели вперед в мировом соревновании, мы победоносны и так далее. И люди верят. Вот это поразительно, но это так. Ну и соответственно будут предложения, и наверное не только предложения, но и шаги, не только по перекройке фильмов, потому что они формируют массовое сознание, в том числе не только телевидение, но и фильмы тоже, но и по перекройке научных статей, правильная наука, неправильная наука, патриотичное искусство, непатриотичное искусство. Решать все это будут чиновники, которые жизненно и шкурно заинтересованы в том, чтобы контролировать все российские ресурсы и людские, и природные. Эти чиновники торгуют нефтью и газом, они с этого добра наживаются, они, ну кто-то из них и на войне наживается, ну а платят страна, конечно. Я уж не говорю про Украину, это само собой чудовищное несчастье на украинской земле по вине моей страны. Я говорю про мою страну, она же тоже теряя, вот в этом году она потеряла 555 тысяч населения, не учитывая эмиграции. То есть это только так называемое естественное движение населения. Рождаемость падает, смертность растет. Не буду углубляться почему, ну понятно, женщины там не хотят рожать детей, когда неясно выживет отец или не выживет, который попал под мобилизацию. у людей за 10 лет снизились реальные располагаемые доходы примерно на 10-12%. Они понимают, что жить плохо становится. Они понимают, что из рублей надо уходить в валюту, а валюту лучше бы вывезти куда-нибудь за рубеж, чтобы там спрятать. Это они все понимают. Они понимают, что надо бежать от мобилизации. Они понимают, что у страны для них конкретно нет будущего. Ну и конечно же Путин об этом говорить в своем обращении не будет. Сейчас я договорю последнюю фразу, простите. Для меня конкретного места в будущем нет. А для воображаемого образа победоносной России, нарисованного в телевизоре, место огромное. Поэтому люди восторгаются в таком обширном смысле слова и с горем глотая слезы рассматривают свою конкретную жизнь, где забрали брата, сына, мужа, не знаю, кого отца, где нет денег на покупку, где нет желания увеличивать количество детей. Может быть, когда-то они прозреют. Вот все-таки надеемся, что когда-то, может быть, они прозреют, даже вот через такое горе, которое будет приходить в их семьи. Спасибо вам большое. Спасибо большое за эту беседу. Дмитрий Орешкин, российский политолог, был в нашем эфире.